так друзья поехали привет 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 олег добрый день люди братцы простой ставим всем здраво семена алтай приветствую коллеги наталья якова добрый день садоводы свинин всем привет все наши вера ваше мнение по обрезке лиан и кустарник посадили артиниль и лимонник китайский книжка тоже мудрена схемы по обрезке по годам также по кустарникам есть схемы и смородина и крыжовник давайте так что не умею лимонник китайский у меня растет и растет обрезать его можно только на когда обрезаем побеги листья ради лечебных целей настойки сушить и так далее вот естественно резать не целиком хотя бы часть отрезать тут просто актинидия не знаю не занимаюсь никогда не резала не свое вот а китайский лимонник не нуждается в обрезке кроме как на заготовка лечебных его лечебных частей теперь смородина крыжовник тут не проще значит смородина и крыжовник не требует обрезок до омоложения вот крыжовник и смородина да если допустим а вот она растет особенно смородина крупная отборная проходит 5 лет 6 7 8 и вы видите что она мельчает мельчает кусты начинают болеть болеть то есть болеть начинают ветки болеть начинают листья и почему-то ну теперь мы уже разделились на две части одни такие как я но у нас мало другие это включите это же самый телеканал как говорится не перед ночью будь вспомнятый вот там вам покажут куст покажут 10 флаконов и давай поливать нет именно смородина делается так вот она молодое дерево растет вот им уже три года вот появились первые плодики вот уже четыре года и наконец пятый год пошел и тут плача со слезами на глазах вы берете и и вопреки логике вопреки своим чувствам вы любите ее вот вырезаете полностью ну там надо маленько поаккуратнее чтобы это самое мороз не пошел соседние ветки но это уже правило обрезки потом пока принцип обрезки вы вырезаете самую старшую ветку она же пяти годам самая обычно здоровая здоровая подчеркиваю она еще не успела нахватать болезни она не успела это самое не заразиться не подмерзнуть она самом соку она до лапы вам на пятый год прекраснейший урожай отборных плодов а вы ее вырезаете вырезка это ветки дает несколько побегов один два три на замену часть урожая вы потеряли вот тут все я вопреки всему что я говорил вам 7 лет тут-то я наоборот говорю я вам говорю что вот здесь неизбежно обновление куста погибать он после этого не погибает болеть куст смородины я же жизнь под под снегом вы же понимаете среднем в среднем в среднем в среднем полосе в среднем под снегом и так она живет себе вы убрали ветку самую старшую пусть молодую пусть еще жить дожить но убрали эту ветку к сожалению счастье будущего урожая и вы убрали все будущие болезни проходит еще вот евро шесть лет опять какая-то ветка лидер она теперь самая старшая это хорошо видно это не надо специально там метить какое четыре года какой-то и какой-то нет вы просто берете и вырезаете самую на вид старшую ветку и так вы делаете до двадцати лет возможно после этого ее жизнь продлится потому что альтернатива это когда ветка спокойненько доживает свой век на десятый год пятнадцать двадцатый она все хилеет болезни больше влады все мельче в общем 20 годов она превращается в старуху старика такого что она уже фактически требует топора вот а вы каждый год вырезали 20 лет она будет такой же молодой как был как было пять лет когда вы отрезали первую ветку как говорится благодарю за внимание идем дальше так семена алтарь яблони в форме сланца при наличии горизонтальных ветвей всегда дает море вертикальных побегов она же не настоящая сланец сейчас я это рано рано встрял так чтобы закрыть корневую шейку защитить горизонтальные ветки от природного действия мороза солнца сильных ветров на все что вырезать вертикально побьют появляются болезни дерево хереет и подмерзает вот семена я объясняю сразу есть сланцы искусственные естественные когда-то много-много лет назад морозы всегда были на руси и 18 19 20 21 и уже тогда появлялись с помощью наблюдений с помощью отбора появлялись сорта которые изначально как бы стелились по над землей то есть не старались вести вверх а по над землей это были естественные сланцы это часть природы люди подсмотрели и они не то что не давали вертикальных веток давали но не такое большое количество их всегда можно загнуть другое дело что еще не недавно сейчас они популярность потеряли полностью то есть никто не гоняется за сланцами вы не увидите на многочисленных сайтах что купите сланцы купите сланцы она практически забыто а вот если где-то я не в курсе где-то есть это так мало что я уже не вижу так мало и тогда получается что если кто-то еще пытается продавать то скорее всего продаст под видом сланца самые обыкновенные яблоню сам а скажется сланец а и натуральные сланцы вывелись просто исчезли вот исчезли со временем от старости от того что им никто не занимается никто не продляет их рот а там действительно до горизонтально если с вами не найду это долго искать натуральные сланцы а может быть это кто нас торопит у нас же как получается нас мало мультинашка давайте я поищу сейчас вот таким образом если сходу найду то найду вот где-то 20 в 11-12 году я был здесь тогда в 12 поищу вот я был в саду крутовского это одна из моих достопримечательных вот тут я не нашел там не нашел это специально искать сейчас напрягусь на 2 это выделить отдельную папку наверно уже не найду в каком же году это было но если в 13 нет 13 уже поздно так не нашел в общем там я там был я назвал этот сад музеем он и так музей все-таки с 19 века поддерживается и агротехника все надо ее поддерживать ну давайте просто возьмем и подумаем все вместе вот давайте и подумаем смотрите сланцы в северных регионах имеет право быть имеет мы конечно враги страшные но выращивали раньше получали урожай и снабжали советских людей пусть не самыми вкусными яблоками но по крайней мере яблоками вот это были колхозные сады убыточные дотационные но что было то было а среда в сибири было хотя в сибири это было издевательство на деревне вот но зато по снегу было много прятали под снег и вот тогда и выделились вот эти вот сорта низкоштамбовые назовем их даже не сланцы а низкоштамбовые их можно было чуть-чуть поправлять ветки гнуться она допустим ветка чуть-чуть смотрит вверх согнул ее горизонтально и так далее а потом еще снегом присыпал вот моя беда что я сейчас не физически не могу найти найти эти несколько фотографий сланцы именно в саду крутовского они дожили до 21 века и я не против них тем более что мы не знаем что будет завтра вот это супер теплая зима по всей россии это нет я я оговорился старик супер теплое лето жаркое лето сейчас пугает вот александр реприк москве живет я не знаю это же александр алексеевич это же опасно просто у вас на улицу выходить опасно вы не приучены мы в сибири привыкли к таких жаре у нас почему деревья это вызревает сибирь короткое лето за счет жары вызревали всегда а у вас все равно хоть на пару градусов холоднее и в дурбах такая жара по следующему году как даст минус 40 и все и прощаю опять все эти многочисленные посадки южных сортов да тем более клоново и вот тогда я че подумал значит надо этим вот вопрос зададен да зададен вот он вебинар вот он вопрос значит что получается дерево хереет вымерзает если вырезать вертикальные побеги и так проблема семян со сланцами никуда не ушла очередной тупик который создали а потом его просто даже тупик это вы знаете что такое тупик вот идет железная дорога вы помните как этот самый крокодил гена с этим шел держал на руках этого самого чебрашка и держал чемодан и вот они шли а гена так такой как бы назвать такой как бы вот прям такой энтузиазм запомните барашка если идешь по дороге никогда не забудешься и уперлись они в тупик и вот такие тупики стало именно вот именно такой тупик стало именно остановилось движение садоводства в этом направлении что такие сучки надо делать да и жара жара ну раз в десять лет будет мороз и садов опять нет значит тупик надо просто рейсы продлить дальше как опять нужно этим заниматься специально это должна быть научная работа березли вот найти все сланцы сохранившиеся где все сланцы у которых я в садах знал в сибири их нет ни одного я их видел десятки садов настоящие хозяева к ним не подходили садов они стереться по земле а это остатки той был роскоши когда питомники еще модели сланцы врачи теперь этого нету вообще нету нету найдите мне сланцы настоящие которые не лезут вверх и тогда не надо отрезать ветки и тогда они не болеют потому что ты не калечил возродить надо почему завтра не ну почему нельзя выращивать лесосибирске в енисейске в север енисейске вот северник красноянска северник это самое кемерово вот томска области которая сама по себе уже севернее чем мы можно можно но для этого что нужно всего-то иметь эти сорта заниматься и профессионально дублировать чтобы это не обманывать что это мог сланцы нет а настоящие сланцы ну избавить от мышей но это можно проходить вот так семён спасибо за вопрос ответил как мог елена добрый вечер бухтияров всем привет варень константинович пишет вера пишу под этим вредительским видео комментарий про ямы про обрезку я не молчу точно про вас пишу надеюсь на ваш канал народ пойдет нет не пойдет не пойдет это горькая правда вот дело в том что вроде бы вот это вот знаешь это вера я уж с вами по-процесски вера милая что случилось я со своей технологией избавляю людей от страшного дикого каторжного труда выгрести все это опавшую листву выгрести скошенную траву вот перекопать почву вместо этих самых черных я уже мятом уже газоны посадить этот самый цветник посадить чтобы до конца заморозить корни чего только не навыдумывать уже придумали эти самые искусственные эти ямы специальные искусственные еще придумали бетонировать бетонировать и забить туда обязательно железная колья чтобы держать деревья вот зазобетонные столбы чтобы корни сгнили вот обязательно все это абрикос нуждается в ежегодной обрезке представляете как что его ждет до смерти все несколько лет опрыскивать опрыскивать еженедельное опрыскивание я избавил начиная вот от лопаты это само от перекопки от каторжного труда ну кто меня слышит ребята вы и все сколько нас 16 участников к вечеру осталось через три недели будет 300-400 человек уже не 500 даже кто когда-то и главное я же действительно возрождаю с удовольствием ну бесполезно же там будет суть человек пока научил людей каторжному труду и бесконечная благодарность идет научил увечить 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 видели под сорок пятьдесят черточек дерево на которое надо еще и залезть или хотя бы с этого со стремянки а на ней пятьдесят черточек пятьдесят веток резать 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 еще резко свариться с этого а потом вы знаете наконец-то я знаю я наконец-то вы меня научили вот так идем дальше идем дальше так бухтярами я поздоровался вера продолжайте беспорядка нет не беспорядка безнадежно назвать борьбу продолжайте спасибо купила у вас это весной пять сельцев самосева патриарха ну-ка ну-ка все пять крепких красавцы верочка дайте поцелуй ну почему так далеко и что интересно каждый индивидуален да у всех немного отличается и размер листа и края листа и цвет разные оттенки раз там разные вот все братья в одной семье похожи на разуме а если все больше скажу во-первых у них папа их хрен знает кто рядом с серафимой академики королевские они же перемешку росли раз теперь а то что упали да это сына манжется потому что я их в этом месте просто выберу а собрать все куски мы не смогли они сходят уже второй год подряд далее сам интерес я скажу значит я сейчас косил я вам показывал пару фотографий да а вот это после козьбы где-то строки были 10-20 торчит вот так я раз косой помощник это сергея андрея он косит все подряд не глядя а тут он приболел а это я уже второй пока сделаю сам и где-то попадает под косу устаю а где-то раз 5-10-20 на таком расстоянии вот так растут и раз вокруг уже знаю не тронут на фотографии показывал не раз в другом месте еще пять третьем месте один 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 два четыре пол сотни и и что интересно знаете где их оставил у меня теперь ну мало и все я показывал кино 6 или 7 штук по всего под жерделью но это уже будет не сын манжурца как я как у вас сыновей манжурца я степь собрался до места вот раз значит есть у меня парочка чисто культурных вот он культурно растет допустим королевский а под ним косточка пошла в рост вот надо такой кому не знаю а вряд ли вырастет королевская все будет два раза меньше а вот не будет помните тех женщин на на рынке которые клядят что из косточки они вот такие вот причем я уверен что не обманывают вот этот момент еще что где так еще немного а под амуром есть то есть вы уже можете кто видел телефон этой моей помощницы а можно и мне осенью не сейчас осенью написать хочу самосев вот вера же не обманулась не обманулась так то есть это же но уже можно сказать а мне бы там где растет амур а вот под него сядет можно ошибиться а может нет а вот может быть с под серафима серафим то я выпилил рухнуло дерево с этим вот столом до этого пару лет назад подражаем это самое еще раньше рухнула одна ветка но вот так росла вот так одна рухнула сейчас последняя и все но под ней эти сеянцы остались а я их берегу вот так что может быть спасибо вера за вот это письмо которое вы это про пять сеянцев самосевок это такие прекрасные а у кого-то еще вариантов будет больше есть из под королевского есть из под амура есть из под артема поняли все закончили разговор ну вот нас мало нам и теряшка я бы братом посоветуюсь продолжать или нет он вечера теряет на нас этот антон сафронов теряет денег никто ни один я попросил ни копейки не прислал вот я жачи каждый я купил его письмо я его не сам сочинил вот и ни копейки ничем никто не помог тогда может действительно не надо ну никому не надо но если чеку надо он может 50 рублей прислать если польза есть значит пользы нет ему все равно будут не будут посмотрим вот такие дела друзья давайте заканчивать на сегодня одно тоже еще раз я не нищий вот я хорошо зарабатываю вот но я помогаю всем я помогаю людям которые никогда не получат помощи от того кто обязан этим заниматься так принято вот так принято я не хочу переходить на политику помните как обзывает нашу пенсию поэтому еще раз маякосовский это бесценное сокровище им нет аналогов они из сибири они из сибири а по качеству не уступает самым южным а помните фильм ну пусть последний предпоследний письмо все погибли которые с этого с магазина а все ваши живы но вспоминать вот финляндия поэтому еще раз заказывайте косточки вы не пожалеете они доказали свою многолетнюю долговечность доказали ну что друзья прощаемся я надеюсь анекдот рассказать ах они все какие-то фривольные анекдоты ну как чтобы улыбались а не грустили как с вами попрощаться сегодня нас последних из магикан так 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 как нарочно ничего в голову не приходит нет подумайте что я не серьезный человек анекдотов пока не будет а по теме анекдоты бывает в данном случае не получать нет ладно второй раз рассказываю вот это про горе покупателей садоводов прошла вчера в тот дом жалуются подруги представляешь подруга меня трахнули сегодня пошла меня опять трахнули завтра снова иду вы поняли что это про горе садоводов которые сами не могут разобраться с этими сайтами где их дурят 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 садовцы из сибири область забыли написать где город Энгельс а город Энгельс где в сибири ведь в адресе нет области вы такое видели когда нибудь я впервые человек подумал где этот черт город Энгельс наверное где они в Томской области в Омской да а на самом то деле где он на самом то деле он в Саратовской области а слова Саратовская область нет это на всякий случай позвоните туда вам скажут нет да 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 мы в Саратовской ну вы понимаете нам садовцы оттуда приводят из сибирских питонов от кого где нектарины где персики где чересы лучшие эти фотографии со всего мира оказались в этом сайте как люди не понимают что это мировая элита мировая и вдруг в Сибири все заговорился разговорился надеюсь что завтра вы не пойдете туда где вас трахнут я про покупателей которых обманут благодарю за внимание до свидания это ясно она она не нет не не